В рамках подготовки курорта к играм в городе была модернизирована городская инфраструктура, построены новые дороги, инженерные сети, спортивные объекты и более 40 новых гостиничных комплексов высокого уровня. Кроме того, решены вопросы доступности и создан единый архитектурный облик объектов в зоне международного гостеприимства, а также проведена большая работа по световому оформлению, озеленению и обучению обслуживающего персонала. Все это в итоге принесло Сочи мировую известность. Желающих познакомиться с Олимпийской столицей этим летом, по данным туроператоров, будет немало – порядка трех миллионов человек. Только более 150 круизных лайнеров курорт планируют принять в этом сезоне. У нас колоссальный опыт, который был ранее. У нас действительно есть преимущества перед курортами Европы. У нас есть санаторно-курортное лечение. Сам город уникальный, то есть город, который имеет возможности больного водолечения, возможности пляжного курорта, а теперь еще и возможности горнолыжных курортов. Это делает наш город действительно самым благоприятным и самым конкурентоспособным. Но сегодня очень важно, чтобы все то, что сегодня сделано, все то, что мы знаем, все, что построили, правильно направить и использовать. Ну а для того, чтобы гости курорта получили стопроцентное международное обслуживание, необходимо представить конкурентоспособный турпродукт. Некоторые объекты размещения уже создали у себя необходимую материально-техническую базу. Так, за качественную работу во время игр заслуженную награду из рук главы города получила руководитель оздоровительного комплекса «Спутник». Сейчас, говорит Ольга Гусарова, персонал готовится принять участников и гостей других международных стартов в «Формула-1» и чемпионата мира по футболу. У нас подготовленная команда ко всем этим мероприятиям, и я думаю, что это является залогом как раз успеха. Потому что успех – это слаженность коллектива, успех – это команда, это ум, это энергия, это гостеприимство. Это радость от того, что с чемоданом к тебе приехал новый клиент. Это радость от того, что в бронировании звонят постоянно люди. Это и есть успех. Успех – это имидж, имидж города и коллектива, и предприятия. Наряду со слаженной работой персонала и качественным оказанием услуг в санаторно-курортной сфере необходимо вести контроль за ценообразованием на гостиничные предложения и учитывать его современные форматы. Мы совместно с крупными авиакомпаниями прорабатываем вопрос создания единого комплексного турпродукта, который бы включал в себя перелет, трансфер до места размещения, непосредственно размещение, включающее трехразовое питание. И на достигнутом Сочи останавливаться не должен, не раз подчеркивает на встречах Анатолий Пахомов. Нужно и дальше продвигать уникальный имидж курорта и создавать новые маркетинговые стратегии. Уже сейчас курорт обладает самой крупной в России санаторно-курортной и гостиничной базой. И этот уровень предстоит не просто удерживать, но и повышать. В первую очередь это касается обновления городских пляжей и улучшения качества экскурсионных услуг. И открытие летнего сезона уже обещает быть захватывающим. Первыми, кого встретят морские ворота курорта, станут участники большой парусной регаты.